Всем привет, ребята, это канал Криптокоммонса. Я не могу снова не сделать для вас видео, потому что происходит просто жесть какая-то. Посмотрите на график рубля, точнее доллара в рублях. Он просто тузамунит после желтой точки. Соответственно, рубль в долларах жестко дампится, если развернуть экран. Но это ладно. Давайте посмотрим на график биткоина к рублю, потому что здесь есть очень ценная информация, на мой взгляд. Посмотрите, посмотрите, что он делает. Он начинает тузамунить. Он начинает тузамунить, и он, конечно, немного отличается от графика биткоина к доллару. В частности, вот этот вот хай он не переписал, что говорит о том, что рубль укреплялся в тот момент лучше доллара. Но теперь мы видим, что рубль отвязался, летит на дно. Соответственно, биткоин к рублю очень скоро, похоже, перепишет all-time high. И он нам показывает, ребята, на мой взгляд, это является опережающим индикатором графика биткоина к доллару тоже. Потому что, посмотрите, помните, что было с турецкой лирой не так давно? Вот график биткоина к турецкой лире. Не правда ли он выглядит, как настоящий бычий рынок, без всяких там сомнений, как биткоин к доллару сейчас? Посмотрите, у нас тут есть абсолютный параболический закругляющийся тренд. Мы переписали all-time high по биткоину к турецкой лире. Очень сильно переписали. Очень сильно переписали на 60% плюс-минус. И сейчас вернулись на ретест этого all-time high. И я практически уверен, что перепишем и этот хай тоже в какой-то момент. Потому что это, ребята, судьба всех фиатных валют. Я надеюсь, вы это понимаете. И биткоин турецкая лира в этом случае является самым опережающим индикатором. Ну, я там молчу про Песа и Боливар. А биткоин рубль тоже является чуть запаздывающим за лирой, но тоже опережающим индикатором для биткоина доллара. Посмотрите, что мы видим по биткоин рубль, опережающим индикатором для биткоина доллара. Посмотрите, что мы видим по биткоин рубль и что у нас до сих пор с вами по биткоин доллар. Понятно, что доллар там укрепляется, все дела. Но тем не менее, ребят, любая фиатная валюта – это скам. Она обречена на крах. Тоже пойдет переписывать свой all-time high. Также мы видим, что золото неплохо отыгрывает сейчас как хедж. И я думаю, что оно очень скоро отыграет эту глобальную чашку с ручкой, которую мы видим вот здесь. И пойдет на 3000 куда-то или даже выше. Потому что, ну, это напрашивается сейчас. После вот этой желтой точки, кстати. Вот. И напоминаю вам, что золотом вы можете хеджироваться на бирже Femex по ссылке из описания. Замечательная биржа, которая, кстати, не собирается блокировать средства. Ни граждан РФ, ни Украины, никого. Здесь можно брать золотые контракты. Ими как и скальпить, так и хеджироваться. В общем, я вот хеджируюсь от биткоина, который у меня в безубытке. Я вошел только вчера, потому что я выходил из биткоина. Когда узнал о вторжении, я вышел, потому что не знал, докуда будет этот пролив. Вот здесь вот, по-моему, я вышел. И вот я перезашел по 39. Стою наверх. Дисклеймер, естественно. Все ссылки в описании. И посмотрите обязательно обзор по бирже Femex, который у вас появится сейчас вот здесь вот справа сверху. Вот. Так что да, золото. Ребята, хороший хедж. Можно еще посмотреть график биткоина к золоту. И увидеть, что здесь тоже заходное W, на самом деле. На недельном таймфрейме мы видим, что золото к биткоину падало, поскольку биткоин рос, а золото стояло на месте. Даже немного падало. Теперь золото начинает расти, а биткоин стоит на месте. Даже немного падает. Так что, возможно, это отыграет как-то вот так. PAXG тоже очень неплохой стейблкоин, кто на Binance и на других биржах, где он есть. Лучше в нем, на мой взгляд, сейчас держать, чем в рубле или в долларе. Или в чем-либо еще. Вот такие вот у меня мысли. И по тоталу, по всему рынку, соответственно, тоже я жду, что это будет продолжение обычного рынка. Не потому, что биткоин или золото такие хорошие, а потому, что рубль и турецкая лира такие плохие. Понимаете? Вот что с ними произойдет. Обязательно. И я говорил вам давно на этом канале, ребята, что бегите, бегите из фиата, покупайте крипту, складывайте ее на холодный кошелечек обязательно. В описании этого видео вы найдете ссылку на кошелек Exodus, поставьте себе. Либо закажите Ledger, Trust Wallet и складывайте крипту на них, потому что не ваши ключи, не ваши биткоины. А также обменник, рабочий обменник The C-Exchange, где есть все направления, пока еще работают. Потому что ходят слухи о блокировке карт. Напишите в комментариях, что вы знаете о блокировке карт российских банков. Некоторые не могут оплатить сегодня покупки, услуги, через терминал не проходят. Но вот пока еще здесь все работает. Пробуйте этот обменник. Очень льготный, хороший курс, быстрые направления. Вот, ссылка в описании. Ну и не делайте поспешных движений, друзья мои. Я думаю, стоит ожидать, что биткоин и золото сейчас поведут себя хорошо, скорее, в этой связи, в отличие от фиатных валют. Так что посмотрим. А фиатные валюты, как мы и говорили с вами, держать не имеет смысла, потому что они все сейчас будут делать вот так вот. Сначала к доллару, а потом и к битку соответственно. И это даст триггер тому, чтобы биток переписал свой АТ-хэшечку. Вот такие вот мысли. Друзья, держитесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете. Всем мира. To the moon. И по ходу, когда я выложу это видео, мы уже пробьем 40 тысяч. Так что всем бокам и лонгерам большущий респект. Все ссылочки в описании. Торгуйте аккуратно, ходлите побольше. Всем мира, добра и профитролей. Пока.